Результат трех фестивалей на одной площадке. В Центре культуры и отдыха до середины января открыта выставка вязаных изделий, которые своими руками сделали мастерицы нашей области. Зал поделен на несколько фотозон. Здесь можно сделать красивые снимки и, конечно же, потрогать каждый экспонат. Вязанный креатив не знает границ. Встретить можно и квадрат Малевича, и мировое одеяло, в котором друг с другом соседствуют гербы разных регионов. Есть среди объектов и настоящие произведения искусства. Например, памятники архитектуры. Один в один, как настоящие, только меньшего размера. У нас такое есть желание построить, приумножить эти здания, связать еще и сделать экскурсию прогулка по городу Иваново. Но в такой форме, чтобы дети представляли, что они великаны. Поэтому у нас такие модели маленькие. На выставке, организованной экскурсии, посетителям расскажут о самых интересных экспонатах и раскроют некоторые секреты мастерства вязальщиц. Также желающим куратор выставки проводит мастер-класс, после которого дети и взрослые уходят домой с рукотворным сувениром. А в преддверии Нового года мастерицы сотворили из ниток настоящий сказочный лес. Интерактив у нас зимние игры. Различные эстафеты, игра в снежки. Вот такая небольшая интерактивная игра. Несколько игр на минут 20-30. Увидеть эти экспонаты вне выставки сейчас не представляется возможным. Ярнбомберы несколько лет проводили в городе вязанный фестиваль. Но от идеи решено было отказаться. А вопрос с созданием в Иванове музея вязаных изделий завис в воздухе, не получив поддержки мэрии. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.